Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Появилась у меня интересная идейка посмотреть да обсудить с вами, что же говорят пользователи по поводу выхода eFootball 2024, заодно протестировать новый микрофон. Кстати, можешь написать, звук поменялся, не поменялся. Я надеюсь, что я настрою его все-таки, и вам будет приятнее получать ушные оргазминки маленькие от, собственно, качества. Ну, пока вот так, поэтому можешь написать, с удовольствием почитаю и буду принимать меры. В чем суть? Есть у нас Google Play, есть у нас отзывы игроков, есть вы, есть я, можем это все дело посмотреть, можем это все дело почитать. Ну и, конечно, отзывы я буду читать от сегодня до 7 сентября включительно, когда игра у нас включилась. При этом за 7 сентября, наверное, все отзывы брать не стоит. Игра, вы знаете, у нас до хрена времени просто не работала, поэтому там будет, конечно, полная ругань и необъективность. Кстати, да, Google Play нам сообщает, что 12 миллионов отзывов, вот 100 миллионов скачиваний и средняя оценка игры 4,3. Как вы помните, мы еще относительно недавно праздновали 600 миллионов скачиваний, но при том, что в Steam тоже можно получить статистику, и в App Store можно получить статистику, и во всяких PlayStation Plus и Xbox можно получить статистику. Ну, нету там 600 миллионов, хотя здесь так написано 100 миллионов плюс, ведь 100 миллионов плюс-то может быть и 300 миллионов и 400, правильно? Вот, средняя оценка достаточно высокая, большое количество отзывов, что тоже достаточно удивительно, но тем не менее. Сначала у меня была идея записать это по отзывам в Steam, и там все-таки, как мне кажется, сильнее модерация, и прям в вырви глазных сообщений нет. Google Play такого достаточно много, но в Steam за вот эти дни игры всего 18 отзывов на русском языке, ну, типа, это совсем мало. Это показывает, насколько игра интересна и насколько много людей в нее играет, что крайне плохо на самом деле. Вот, поэтому посмотрим отзывы в Google Play, собственно, вот они, оценки и отзывы. И сначала актуальные, нету, нам нужны самые новые, вот от самых новых пойдем дальше вниз. Напоминаю, что полезные ресурсы типа моего Телеграма, лички в Телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилоску сосиски карт, и чата именно уже моего, в котором ребята общаются, делятся впечатлениями и всего остального, находятся в описании и закрепленном комментарии. Подписывайся, поддерживай, пообщайся, вот эти все дела. Так, первый у нас УИСС, исправьте, пожалуйста, тренировку. Я, если честно, не знаю, какие проблемы в тренировке, я в нее даже не заходил, ну, типа, зачем, вот. Но если в ней есть проблемы, то, конечно же, нужно исправить. Василий Березовский, дорогие разработчики, здравствуйте, спасибо за обновление, оно классное, пожалуйста, добавьте режим карьеры. Василий, тесточка мой, так сказать, они очень долго уже обещают режим карьеры, все хотим, чтобы они его добавили, он будет платным в любом случае, и, честно, ну, я играл в PES с 2005 года, тогда он назывался Winning Eleven, вот, и всегда Мастер Лига, он же режим карьеры, ну, типа, это сезона 3 поиграть, 3-4 сезона ты играешь, и тебе оно наскучивает. Ну, это не тот режим, который нужен онлайн-игре, который может спасти онлайн-игру. Хорошо, если он будет, но если он будет, ничего кардинального он не изменит. Азизбека пишет у нас, повторите PES 2021, другой ибаноти. Я не знаю, что такое другой ибаноти, первое это повторите, конечно же, вот, ну, да, 21 часть, последнюю, конечно, с 22, 23, 24 была на порядок сильнее. Артем Тузовский. Уважаемые разработчики, игра на высшем уровне, убедительная просьба, сделайте русские комментарии и участие в Лиге Чемпионов. Артем, у тебя очень хвалебные комментарии, 5 звезд ты ставишь в этой игре, к сожалению, русские комментарии, комментаторов могут сделать, когда ты сам знаешь, когда что должно произойти, чтобы сделали русских комментаторов. А участие в Лиге Чемпионов на это нужна лицензия, которую Канами с удовольствием просрали. И она принадлежит FIFA. Без лицензии это сделать невозможно. И FIFA ее никогда не отдаст. Вот. Так что, такие дела. Арман, зачем месть и фигня, ой, инжас, бандар. К сожалению, здесь написано на языке, который я не владею, хотя первое слово написано на русском языке, а потом не на русском, а может быть в том языке и есть слово зачем. Ну, извините, языком не владею, не переведу. Азру, Азру, респект. Эта игра прекрасна. Динамика топ. Удары. Болз энд пас акселерейт. Блин, я не знаю, как это сформулировать. Короче, Азру явно игрой доволен. Игра потрясающая просто, понимаете, потрясающая. Вот настолько понравилась. Чингис просто ставит хорошую оценку. Батур пишет, что игра хорошо. Тика. Самая худшая футбольная игра в мире. Ужасное судейство. Постоянно лагает. Футболисты с рейтингом 90 плюс играют как дауны. Реализация моментов просто кошмар. Короче, минус один балл. Ну, я частично с Тика соглашусь. По-хорошему, как мне кажется, сейчас на поле происходит то, что Konami не задумывалось. Типа, так не должно было происходить, они опять что-то не доделали. И вот тот геймплей, в который мы играем сейчас, ну, он не таким должен быть. Далее, Акилбек сообщает нам Зор. Я не знаю, что такое Зор. Гульдарай сообщает, что игра очень кайф и ставит им ей 5 звездочек. Никита. Очень хорошая игра для тех, кто любит футбол. Тоже пятерочка. Евгения. Евгений, простите. Игра топ-производителей. Я не знаю, что за топ-производители, но игра топ-производителей. Вот такая вот, вот такие вот дела. Почему русский комментатор нет? Аделет, ну, включи новости, включи новости, посмотри, что сейчас происходит в мире. И я думаю, ты догадаешься, почему русских комментаторов сейчас нет. Почему даже тот же Старфилд, блин, на русский язык не переведен? Хотя там есть портрет Гагарина. И там есть фраза, что-то на русском. Это первый язык, который прозвучал в космосе. Ну, типа, но перевода на русский нет. И все. Потому что, потому что. Потому что игры и политика это разные вещи. Все же знают об этом. Спорт и политика вообще не соприкасаются. Все же об этом знают. Творчество и политика тоже никогда рука об руку не шли. Ну, по-моему, все в курсе. Как поменялся весь этот пиздеж за последние годы. По-моему, политика сейчас есть везде. Не могу зайти в игру. Пиши техническое обслуживание. Я ее скачал 20 минут назад. Что за бред? Поэтому 3 звезды, если все заработает, исправлю отзыв. Денис, не обижайся. Это не в твою сторону. Сейчас подколочка под ебочка. Но, типа, игра не работает. 3 звезды. Слушай, если мне дают что-то, то, что не работает, это 0 звезд. Вот. Но удивительно. 8 сентября, если ты уже скачал, игра должна работать. Вот. Поэтому тут что-то нечисто. Аубек ставит 2 звезды и показывает нам пальчик вниз. Ну, то есть, после обновления гораздо больше лагов. Понятно, что старт. Понятно, что на старте у любой игры бывает большое количество лагов. Ребят, но я здесь подчеркну. У любой игры, которую сделали. PS 24 не сделали. Они просто поменяли заставочки с 23 части. То есть, они ничего не поменяли внутри. И почему эти лаги появились, я не совсем понимаю. Так как, по-моему, с 19 на 20 у нас был переход, когда в начале играть было вообще практически невозможно. То есть, в игре нихрена не поменялось. Или с 18 на 19. Короче, в игре нихрена не поменялось. И работать она перестала в принципе. То есть, понимаете, когда Канами выпускает обновление, нужно ждать не то, что что-то новое интересное будет в обновлении. Нужно молиться, чтобы они не сломали то, что было. Потому что, возможно, это будет не работать вообще. Гульнара Бикеева. Привет, разработчики. У меня вопрос. Почему я должен ждать вечность, чтобы поиграть в вашу игру? Потому что жди. Жди, это главный принцип Канами. Жди, и когда-нибудь они что-нибудь сделают, если им будет не впадло, но им будет впадло. Поэтому жди. К сожалению, вот такое у них отношение к пользователям, то есть к нам с вами. Евгений Забелин. Ужас. Постоянное техническое обслуживание сервера. Войти в игру практически невозможно. Но это лаги по 7 сентября. Да, это 8 сентября уже комментарий. 8 сентября у меня уже лагов не было. Я просто по себе говорю. Ну, по крайней мере, по входу в игру. Зикриолог. Зикриолог. Сделайте как реальную игру, почему судьи нет в стадионе, почему игроки не разговаривают. Потому что для них это слишком сложно. Они до сих пор не могут сделать фамилии на футболках. Единственное, что они сделали в 24-й части, это вот я в комментариях вычитал. Кстати, да, в своем видео я про этот плюс не сказал. А это же такой плюс, что у нас теперь у игроков появилась статистика. Та вещь, которую сделать не просто-просто, а просто-просто-просто-просто. И они ее делали несколько лет. То есть, наконец-то они ее сделали. И это плюс. То есть, ты такой разводишь руками. Нужно хоть что-то найти. Нужно хоть что-то найти хорошее. Статистика появилась. Ну, тут однозначно плюсик. Однозначно плюсик. Хотя, это не то, что база. Это прям вообще. Так, Армен сообщает нам, что все классно. Но верните сборную Армении. А что, ее вырезали? А почему? Вроде не санкций никаких. Я, если честно, просто не чекал. Не знаю. Вот. Ну, если вырезали, то а за что? Добавьте, пожалуйста, русский комментарий. Ну, твоя ставка Челси уже скоро. Я уже говорил, что у нас с русскими комментариями. Не ждите. Не ждите. Скажите спасибо, что пока что еще перевод интерфейса на русский язык есть. Могут и его резонуть. На самом-то деле. Игра тупить невозможно играть после обновления. Сообщает нам Салахадин. Добавьте сборную Казахстана. Айбек. Ну, по-моему, сейчас сборной вообще нельзя выбирать, да, как форму команды. Ну, а так, наверное, же игроки из Казахстана есть в игре. Их можно же купить. Ну, то есть, она как бы есть в теории. Эрик сообщает, что очень крутая игра. Так, Денис Денисов. Уже неделю не могу поиграть. То какое-то обслуживание, то сервера перегружены, то еще что-то удаляют. Денис. Ну, на твоем месте я бы читал писульки, которые тебе в игре приходят. К сожалению, этим болеет огромное количество игроков в ПЕС. Вот честно, если меня спросят, как описать игрока в ПЕС, в том числе и меня. Он играет в неинтересную игру, и он абсолютно не умеет читать. Вот. К сожалению, большинство так. Простите. Вам приходит сообщение в игре, где пишут техобслуживание с вот такого-то числа по такого, по такое-то число. Да, потом было продление. Да, были проблемы. Ну, Яна в Телеграме у себя публиковала. Меня читать необязательно, конечно. Вообще, читать для дебилов, да? Мы те люди, которые инструкции сразу вытираем в жопу и выкидываем. Это для дебилов. У нас потом, правда, шкаф не получается собрать. Ну, что поделать? Что поделать? Не справился. Вот. И в этих письмах сказано все. Но когда человек действительно относится к этому, ой, мне там что-то сообщают, меня оно вообще трогает, а потом человек пишет вот такие вот комментарии. Но, к сожалению, к сожалению, у нас это очень часто распространено. Вы не представляете, что у меня в личке творится по поводу любых техработ. Причем человек пишет, я играю год, когда закончат эти работы. Сука! Нет, я не говорю про последнее обновление. Каждый год в четверг до 11 техработы. Он даже не помнит. Вот, типа, прошла неделя, все, он забыл, что в прошлый четверг до 11 были техработы. Его очень интересуют, когда они закончатся. И он несколько четвергов подряд играет, и каждый четверг техработы, и каждый четверг до 11, и он забыл. Или он забыл, или он не знал, как в меме было. Так, снова нам сообщают, что это какой-то зур. Я не знаю, что такое зур. Можете в комментариях написать. Это явно не на языке, которым я владею. People ha ha. Ну, я думаю, тут, скорее всего, Ашот нам собирался сообщить, что people have it. Ну, наверное, наверное. Я только предполагаю. Sabhon. После обновления игра одна копейка. Раньше была очень интересна. Сейчас уже после обновления неинтересно. Я думаю, после четвертого дня обновления лучше будет, короче говоря. Ну, наверное, наверное. Я не совсем что-то понял. Игорь Орехов поставил четверочку. Написал. Ок, Никита. Игра не обновляется. Оперативное обновление вылазит все время, что нет связи с сервером. Никита, используй VPN. Вот. Чтобы игра обновилась, потом можешь выключить. Сергей. Игра прикольная, но нужно еще добавить больше финтов. И чтоб персонажи быстрее реагировали. Так, очень классная игра. Всем советую. Приятной игры. Ой, Сергей. Честно, если они добавят еще больше финтов и сделают еще больше, более яморойно их делать в игре, я с ума сойду. Вот, на самом деле. Игра просто супер. Шазам сообщает, что классно. Артемин ставит пять звезд, но при этом рисует смайдок. Типа, хер знает. Хер знает. Просто поставил пятерку. Не знаю за что. Просто, просто захотел поставить пятерку. Игра тупая. Не обновляется. Грит. Прекрасно. Топ-игра только бы графику улучшить. И была бы топ-игра ванью. Опять же, я бы боялся таких нововведений от Konami. Они не умеют в оптимизацию. Если они улучшат графику, то даже последние самые мощные телефоны будут гореть просто от их игры. И так небольшое комьюнити превратится в 2-3 человека, которые будут в нее играть, потому что их телефоны более-менее справляют. Зачем Месси? Ну, Месси партнер. Поэтому Месси будут пихать во все дырки. Понимаешь, сейчас у Konami такая миссия, чтобы залезая в любую дырку, даже залезая в самую грязную помойку, не знаю, на отшибе Нигерии, ты видел Месси. Потому что это же Месси, ну, типа, Месси делает все лучше. Если ко всему приложить Месси, то это станет лучше. Ты все говно сделал, ты что творил с игрой, где остальные команды, газон, просто говно сделали, обнови, пожалуйста, игру раньше, как были, так и оставь. Просто парень уже такой прям на ты в Google Play и к разработчику, ты говно сделал. Услышал? Услышал. Все, давай, расходимся. Не обновляется почему-то. Режим тренера, когда будет Сахет. Нет, обещали, обещают уже два года, но ты сам понимаешь. Вы сделали пенали при ничьей доптайм... Вы сделаете пенали при ничьей доптайм, и интересней будет за три колоссальных обновы в игре ничего не изменилось, только музыка колоссально просто не работает для потребителя. Ну, я понял в целом, о чем комментарий. В чем проблема пенальти при ничьих и дополнительного тайма? Ну, когда ты заходишь в ивент, ты, опять же, опять же, мы возвращаемся к чтению. Ты можешь открыть подробности ивента и посмотреть в подробностях, как оно работает. И если в подробностях ивента нет варианта, что ничьи быть не может, то, естественно, не может быть и дополнительного времени и пенальти. То есть ничья допускается, поэтому какое дополнительное время, какое пенальти. Слишком плохо игра, говорит Бобир, но при этом ставит пять звезд. Это прекрасно, это прекрасно. А потом я удивляюсь, что рейтинг четыре и три, потому что слишком плохая игра, пять звезд. Игра бомба, три звезды, зато Наталья, Наталья отвечает Бобиру, троечка, но хотя игра бомба. Вот как-то так. Игра, графика классная, но есть один жирный минус, после обновления трудно заходит, сервера заняты. Во-вторых, разобочки, сделайте, пожалуйста, так, чтобы лиги было, как в реальном футболе. Во-вторых, уберите из списка игроков легенд, это неинтересно. Я же играю в футбол 24-го года, а не 80-го. Чтобы у соперников были такие игроки, они с центра поля бьют, попадают в ворота, это неинтересно. Или для любителей легенд сделайте отдельную комнату, чтобы додики сами с собой не играли. Майкл Джексон, я не знаю, в какой футбол играешь ты, но в моем футболе что-то легенды с центра поля не бьют, в ворота не попадают и не особо отличаются от обычных игроков. Иногда даже на порядок хуже, чем они. Ладно, достаточно много комментариев я почитал. Вот 15 минут, в принципе, видео у меня вышло. Сам писать ничего не буду. Скажу свое мнение, ребят. Пока что это не 24-я часть. Это 23-я часть плюс. Сменились цвета, добавили статистику. На поле у меня, если честно, на максимальных настройках какое-то мыльцо. По самому матчу я пока не совсем могу понять. То есть матчи настолько разные и настолько отличаются друг от друга, я не понимаю, какой из них должен быть. Где игра меня гнобит, где она меня не гнобит. То есть, как должно быть в идеале. Я пока понять не могу, потому что матчи, ну кардинально иногда бывают разные. Доволен я в целом обновлением. Типа, если бы это было просто четверговое обновление, да, 23-е части, я бы сказал, вообще базару 0.10 из 10. Но если это 24-я часть, которую делали достаточно большое количество времени, а сделали ничего, статистику игрока, да, дополнительный, дополнительный навык, ну, типа это смешно. Это смешно, к сожалению. Ну, работаем, ребят, с тем, что есть. Я думаю, все, кому прям дико сильно не нравились, уже 10 раз ушли в FIFA. Я в FIFA уходить не хочу, мне PES нравится, я с PES давно. Так сказать, знаете, это как очень старая бывшая. Типа, ты давно уже ее не любишь и ничего нету, ты к ней возвращаешься иногда так, чисто вспомнить молодость. Вот PES это примерно то же самое. Пиши свое мнение об игре в комментариях, с удовольствием его почитаю. Ну, а мнение, ребят, в Google Play я показал. Надеюсь, вам было интересно читать это все дело со мной. На этом прощаюсь, ребят. Полезные ссылки в описании, закрепленном комментарии. С вами был Морж. До новых встреч. Пока, пока.